На каких-то холмах Скандинавии растет вот такая вот черника. Все бабушки всегда считают, что ты слишком жирный, не правда ли? С чьей? Это не так делается! Всем привет! Василий, канал Завалий Едальник. И сегодня у нас варенье. Почему у нас сегодня варенье? Почему у нас сегодня варенье? Почему у меня такой голос немного непривычный? Я болею, если честно. Но болезнь у нас же как на тяжелом производстве болеет. Если не умер, иди, жри варенье. Рассказывай людям, какое варенье надо купить. Почему варенье? Потому что есть какой-то странный комьюнити у меня в комментариях на ютубе, который постоянно требует, чтобы я пожал сраного варенья. Я вообще в жизни не думал даже зайти и купить варенье в магазин. Но раз вы просите, давайте сделаем. Ну и поддержите тогда лайком, чтобы я видел, что, блин, это надо не только там двум людям особо назойливым, но еще кому-то. Варенье у нас сегодня черничное. Сразу говорю, я пришел в магазин, посмотрел на отдел с вареньем, и у меня, честно говоря, началось что-то вот в голове, короче, переклинивать. Потому что миллиард производителей, реально их тут 50, наверное. И никто не делает одинаковое варенье. У одних алыча, у других айва, у третьих нектарин, у пятых там с кусочком конского навоза какой-нибудь там изюм. Я не знаю, просто никто не делает вот на греб 5 черничных нашлось. И то одно оказалось с мятой, один джем, другое варенье, третье вообще протертая ягода. Я надеюсь, что, ну, что похер. Как бы я сложно себе представляю человека, который такой, что-то задолбал меня конфитюр, что-то сегодня. Пойду-ка я куплю, наверное, джема ради разнообразия тоже черничного. Мне кажется, что есть, то есть. Но черника, она и есть черника. Если уж вы хотите сладкого с черникой, то выбирайте тогда вот что-то из этого. Давайте познакомимся, кто у нас сегодня есть. Если я, честно говоря, охренел от цен, опять-таки, в очередной раз, как только я встречаюсь с неизвестным мне до этого продуктом, я начинаю хереть от цен. Но для начала все нормально было. Джем черничный от Махеев. Махеев все знают, у них кетчупы всякие, майонезы. И еще, оказывается, есть вареница. 215 рублей за вот этот стакан 400-граммовый. Я пересчитал на 100 грамм в 53 рубля. Мне кажется, это вполне приемлемая цена за черничное варенье. Я не знаю, насколько оно вкусное, но нормально стоит. Дальше. Черника, протертая с сахаром, барские продукты. Я могу назвать его барские припасы с разлету, потому что, ну, припасы обычно, почему-то все припасы, а не продукты. Не знаю. Обычная баночка выглядит, баночка как баночка. Стоит 233 рубля или 83 рубля за 100 грамм. Дальше идет, по-моему, последнее варенье, которое по цене как-то более-менее человечно выглядит. Это тоже варенье, это не джем. Написано домашнее, с мятой. Вот это с мятой, но баночка красивая зато. Стоит вполне себе нормальных 273 рубля за 90 или 91 рубль за 100 грамм. Просто для меня варенье – это долгая песня. Я там баночку варенья и буду есть в месяц, наверное. Поэтому для меня там 273 рубля в месяц на варенье – это нормально. Вот, дальше странности пошли. Потому что вот абсолютно дебильная, на мой взгляд, банка с какой-то жижей. Домашнее варенье 100% натуральное. Петрадиет стоит 480 рублей за банку или 137 рублей за вот это вот, за 100 граммов, получается. При этом оно еще домашнее, на фруктозе. То есть ты приезжаешь к бабушке такой, она говорит, вот сынок, внучок точнее, набрала, я чернички в лесу сходила, подай-ка мне мешок фруктозы. А то ты что-то в городе-то разжирел. Смотри, один бурдюк какой-то. Сейчас мы с бабушкой поедим чаю, попьем с вареницем. А потом кроссфит, варкап, фитнес. Ну, знакомая всем, в общем-то, картина. Все бабушки всегда считают, что ты слишком жирный. Не правда ли? Но это все ерунда, потому что вот господин Рудольфос меня вообще, честно говоря, очень удивил. Это фруктовый черничный джем. Отличная добавка, написанная, к блинам, кашам и мороженую. Стоит 634 рубля, вот это вот небольшая баночка. Либо 233 рубля за 100 граммов. 233 рубля за 100 граммов. Это как мраморная блин-говядина. Что-то вообще, какая-то нереальная цена. Оно еще из чия. Зачем варенье пихачье понятия не имею? Короче, я в полной прострации понятия. Не понимаю, у меня в голове какие-то тараканы и муравьи, кони скачут. И как это все будет на вкус, не представляю. Но сейчас я уйду, разложим все по где... Короче, разложим по безымянным тарелкам с номерами. Я все попробую и уже тогда скажу. Да, я, наверное, узнаю, что вот это смятое, это с... С чия? Но, как бы, что будет, то будет. Прошу переделать. Все, ухожу, делаем. Пять образцов перед вами, передо мной, перед камерой. Честно говоря, ну, блин, ну, они странные, правда. Ну, вот это, вот это, вот это, это похоже, да, на черничное варенье, вот, которым я его знаю и люблю. Ну, допустим, вот тут вот, что это за ягоды-гиганты? И что, какой-то цвет вообще очень странный для черники. Что вот это за... Что вот это вообще? Ладно, давайте пробовать. И у меня чайок еще есть, чтобы все время жалко, что я не запиваю. Чтобы перебивать, так сказать, вкус. Водичка как-то странная здесь будет холодная, к сладкому-то варенью. Пойдемте с первого номера. Ну, с этим все понятно. Это то, которое с мятой. Мята чувствуется очень хорошо. Мне бы не сказал, что она здесь к месту. Потому что я не чувствую черники. Мяту чувствую прекрасно. Чернику чувствую очень... Отдаленно. Плюс мята, как по мне, дает какой-то аптечный привкус. И я не уверен, что я от него в восторге. Плюс она очень сладкая. Варенье вообще должно быть сладкое, но тоже гранации разные будут. Номер два. Номер два. Выглядит как желе. Ну, это джем, видимо. Это черничный джем. Ну, тут, в отличие от первого номера, чувствуется черника. И кажется, не так много сахара. Посмотрите, аж пять ложек разных. Вот не знаю, с одной стороны, тут целые ягоды. Это интересно. Они тактильно мне нравятся больше. С другой стороны, тут побольше вкуса черники именно. Ну, не знаю. Пусть состоится как есть. Это второе, это первое. Но я не в восторге пока от обеих. Третье, блин, ну не бывает такой здоровой черники. Или бывает, я не знаю. У нас в Сибири такой крупной черники не бывает. Но, возможно, что где-то на каких-то холмах Скандинавии растет вот такая вот черника. Блин. Тут вообще нет никакого черничного вкуса. Ягоды здоровые, но просто как будто сахар. С сахаром. Знаете, у меня бабушка варила варенье из Ирги. Ну, что-то похожее получалось. Нафиг вообще. Ну, если я просто... Когда я покупаю черничное варенье, я хочу черничное варенье. Чтобы был вкус черники в нем. А не какой-то непонятной хероборы. Номер четыре. Тоже похоже на варенье. На вид. Да, блин. Знаете, это... Это... Ягода. Вот какая-то просто абстрактная ягода. Набрали в лесу ягоды. Пришли домой. Положили ведерко слизи туда. И сделали вот такую штуку. То, что черника вот только на банке, наверное, написано. Ну, не наверное, а точно. А на всех банках написано черника. Какая-то просто жабья икрас. Это либо... Либо должно добавить плюс два к интеллекту, там, плюс три к защите от огня. Либо я вообще не понимаю, нахрен это надо. Но это лучше, чем третий, потому что третий – это просто сахар с какими-то шариками, похожими на пенопласт. Ну и наш ленточный друг, не побоюсь этого слова. А ягода-то где, ась? Где ягода-то? Нет ягоды? Хер ягоды? Нету? Ну то пахнет, кстати... Пахнет... Пахнет подвалом. Такое варенье, короче. Все вместе и каждая по отдельности. Ну, это вот... Вообще, я как будто просто... В какой-то юпи нахерачили желатина. Ну, это лучше вот этого. Ну, ладно, давайте посмотрим, что где. Я, в принципе, догадываюсь. Но давайте посмотрим, что где и поговорим о том, что они тут натворили. А начнем с... Боже... Начнем с первого места. На первом месте у нас СИБ ягода. Это еще в более-менее приличной ценовой категории штука. Какие плюсы? Во-первых, тут есть черника, то есть ягоды черники. Есть жижка вот такая вареньевая. Минусы? Я не понимаю, зачем здесь мята, потому что она, мне кажется, придает какой-то только лекарственный привкус и превращает варенье в какой-то, не знаю, что-то, которое нужно есть, когда болеешь. Но, в принципе, в принципе, оно слишком сладкое еще из минусов. Но, в принципе, это черничное варенье. Хотя бы, хотя бы. Уже достижение для сегодняшних конкурсантов. Дальше Махеев. Махеев, ну, блин, за свои деньги молодцы. Там есть ягода, там есть какой-то вот сок ягодный, сахар. Оно, в принципе, не то, чтобы офигенное. Офигенно тут вообще ничего нет. Но у него и вкус черники. Тут есть ягоды. И вот ты ешь, и понимаешь, что ты ешь что-то черничное. Хотя бы. Уже хорошо. И он самый дешевый. Ну, вот эти два я бы, ну, не знаю, вот Махеев бы взял бы, наверное, если бы мне сильно захотелось бы купить какого-то черничного варенья. Это, не знаю, ну, на любителя. Но, может, попробуйте, может, вам понравится. Дальше. Дальше. Просто не хочется ходить дальше. Был, что они сделали с ягодой? Потому что тут-то вот есть ягод. Ну, я понял. Да, вот этот привкус жабы и икры от кино, это стандартно. А чия, извините, я все время путаю, чия от кино. А чия, вот этот, лягушачья икра чия, всем известно, это да, это вот это она. Ну, тут нет черники. Я не чувствую вкуса черники. Он не такой сладкий, с плюсов. Он вообще не сладкий. Ну, это какая-нибудь просто ягода по умолчанию. Просто какая-то кисловатая, слезневатая, дрищеватая какое-то вот нечто. Ну, и плюс, оно стоит 630 рублей. Да нахер оно нужно за 630 рублей? Ну, и за сотку-то я бы сильно подумал бы его брать, а за 600, да... Дальше вообще какой-то идет дневменоз. Эта вот ягода протертая, вы на чем ее терли? На плазменном измельчителе? Ну, вообще ничего от ягоды не осталось. Ни шкурки, ни... Я ел чернику, тертую с сахаром. У меня делала у бабушки чернику, тертую с сахаром. Набрал ягоду и через терку терла ее с сахаром. Получалась... Ну, получалась мякоть ягодная, но не получалось прозрачного желе без единого вообще материалистического какого-то кусочка. Это не так делается. Вы это... Либо вы что-то лукавите на этикетке, чтобы не сказать... Либо... Либо вы что-то реально делаете не так, чуваки. Вот просто, без обид. Это мое личное имхо вообще. Ну, это жрать невозможно. Это не... Не имеет ни вкуса, ни запаха. Ни цвета черники. Это просто... Вот реально, если вот инопланетянам рассказывать о черничном варенье и они попробуют повторить, то, наверное, что-то такое получится. Ну, и, наконец, дорогие мои, Петро Диет. Вы точно черник варили? Я просто... Это не на вид, не черника, не на вкус, не черника, не на цвет, не черника. Вы там сходите в энциклопедию какую-нибудь откройте, посмотрите, как выглядит черника вообще. Потому что это вот... Я просто... Последнее, я надеюсь, что вы добросовестно заблуждаетесь, что вас кто-то жестко... Чтобы собрал там, не знаю, каких-то лопухов во дворе у себя, привез, сказал, это черника варите. И вы такие, ну, окей, получается, ну, такая ягода, что поделать. Нет, ни хера, черника совсем другая, она вкусная, и варенье из нее... Получается... Просто вы делаете... И еще 480 рублей, 480 рублей домашнее варенье. Мне страшно представить, что еще у вас дома творится, если у вас варенье такое домашнее. Вот не собирался сегодня бомбить. Сладкий выпуск должен быть, вкусный. Мне же еще потом это же... Понимаете, проблема в чем у меня всегда? Я вот эти все покупаю за свой счет, между прочим. Вы что, это выкидывать, что ли? Вот макеев, ладно, я там за год его съем с чаем. Это потом перейду, если оно там совсем не скуривается, или отдам кому-нибудь, кому понравится мята. А с этим мне что делать? Выкинуть? 600 рублей. Просто купил, выкинул. Устроились люди. Косарь. Вот эти два чувака косарь. А я мог на них пивка купить, допустим, себе. Лайк, что ли, хоть поставьте? Чтобы я не зря мучился. Тут сидел. Короче, не буду на грустной ноте заканчивать. Закончена на ноте веселой, потому что подпишитесь, поставьте лайк, я все-таки всех люблю, кроме некоторых производителей черничного варенья. Всегда ваш, Василий. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!